МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стали известны имена победителей единого регионального конкурса среди управленцев Самарской области. В финал прошли 109 человек. Лучшие из лучших, амбициозные и компетентные служащие. В результате тестов и состязаний их отобрали из 350 претендентов. Многозадачность, стратегическое мышление, готовность брать ответственность за будущее региона – это далеко не полный список качеств современного управленца. Именно их, руководители нового времени, чествуют в финале единого регионального конкурса Самарской области. Занимаемая должность здесь не главное. Конкурс – это своего рода централизованная площадка для выявления лучших государственных, гражданских и муниципальных служащих, специалистов подведомственных учреждений, лучших реализованных проектов в области цифровизации, бережливого управления, национально-социальной инициативы, региональных проектных офисов. Талантливых управленцев поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В этом конкурсе нет проигравших. Что самое главное, у нас 350 участников в этом году. И это люди, которые готовы сделать шаг из зоны комфорта, готовы развиваться, стремиться, достигать, готовы брать на себя ответственность. И, конечно, это, поверьте, самое дорогое и ценное. Все победители становятся автоматически включенными в кадровый резерв региона. Безусловно, будем учитывать, в первую очередь, существующий кадровый резерв при назначении их на должности, при поручении новых направлений и проектов. Десятки идей и сотни успешных действий. В этом году победу на едином региональном конкурсе можно было одержать в десяти номинациях. В каждой номинации по три лауреата. Конкурсный отбор проходил в несколько этапов. Тестирование, зум-конференции, заочный асессмент и очное финальное выступление. Так что можно смело сказать, конкурс – не только состязание, но и школа. Всегда хочется попробовать себя, попробовать что-то новое. А что для меня он лично дал? Ну, во-первых, познакомился с новыми коллегами, послушал их идеи, ну и попробовал себя, опять же. Мне очень понравился опыт именно процессного проектного управления. Попробую его тоже на своем рабочем месте. В топе активных участников конкурса в органах муниципальной власти городской оправ Самара. Сразу 11 муниципальных служащих от Самары стали победителями и призерами единого регионального конкурса. Так, лучшими специалистами местного самоуправления в Самарской области признаны заместитель руководителя городского департамента транспорта Юрий Топилин, руководитель управления правового, кадрового и организационного обеспечения Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Алексей Целовальников и консультант отдела организационной работы администрации советского внутригородского района Екатерина Литвинова. Их идеи направлены на модернизацию и улучшение эффективности государственного управления. Три ключевые вещи – это показатели работы, оценка деятельности и обратная связь. Очень приятно получить такую высокую оценку результатом своей работы. Надеюсь, мой положительный пример, он будет востребован и удастся передать свой опыт, знания, навыки тем людям, с которыми мы вместе работаем. Лучшими практиками и инициативами в системе муниципального управления признаны идеи директоров 133-й гимназии Оксаны Териной и лицея «Престиж» Алексея Атапина. В номинации «Бережливое управление» отметили заведующую комбинированным детским садом номер 78 Ольгу Евтухову. Среди проектов национально-социальной направленности отметили директора централизованной системы детских библиотек Татьяну Халитову и директора 94-й школы Татьяну Ковалеву. Хотела бы в первую очередь выразить слова благодарности своей команде, потому что, конечно же, участие в такого рода конкурсах всегда командная работа. Особенно моим ребятам, ученикам нашей школы, которые поддерживают все наши идеи. Суть нашей работы была представление волонтерского движения 94-й школы, поэтому ребята все огромные молодцы. Управленцы должны идти в ногу со временем. Лучших в этом направлении отметили в номинации «Цифровая трансформация». Моя номинация «Лучшие проекты в сфере цифровой трансформации». Поскольку цифровая трансформация сейчас в большей степени у нас направлена на клиент-ориентированность, мы разработали новый сервис, который будет направлен на взаимодействие кадровых служб как с внутренним клиентом, так и с внешним. Как с муниципальными служащими уже непосредственно нашей администрации городского округа Самар, так и с потенциальными кандидатами на эту муниципальную должность. Это кадровый чат-бот, который включает в себя все процессы, начиная от включения в кадровый резерв, значения на должность и сопровождения во время прохождения муниципальной службы. Еще одним лауреатом этой номинации стала консультант отдела культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Красноглинского района Самары Марина Ларионова. В номинации «Таланты» отметили тех, кто работает с подрастающим поколением. Я победила в номинации «Таланты региона». Когда приходится проводить уроки в дистанционном формате, нужно находить особенные подходы к обучающимся. При этом единый региональный конкурс направлен на выявление не только лидеров региона, но и на проекты, команды. Оператором конкурса стал Центр развития талантов и трансформации управления при губернаторе Самарской области Таволга. Это единая территория для талантливых управленцев региона, которая объединяет представителей власти, бизнеса, образовательных организаций, молодежных объединений и активных жителей города. А значит, все инициативы получат право на жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова